Здравствуйте, с вами я, Дэн Фо... Да ладно! Давненько мы с вами не виделись. И сегодня мы с вами рассмотрим такого трансформера по имени Рефрактор. Прикупил я его в детском мире. Взял я его вместе с Брантом. И Рефрактор комбинируется с Брантом. Но это не точно. То есть мы можем прокачать Рефрактора. Это очень классно. Спасибо, Хазба. Да на здоровье! Из аксессуаров у нас это пушка и щит. И винтель для альтмода. И если мы с вами соберем еще двух Рефракторов, то мы с вами из трех Пушек можем собрать штатив для фотоаппарата. Да ладно! Из трех Рефракторов сам фотоаппарат. Да ладно! И из трех щитов объектив. Да ладно! Сам Рефрактор очень хорошо подвижен. Руки у него могут вращаться на 360 градусов. Голова тоже может вращаться на 360 градусов. И плюс у Рефрактора двойной сгиб в локте. Но на правой руке у него красуется очень красивый знак доблестных десептиконов. Теперь о ногах. Он у нас может сделать шпагат. И носок. Может сгибаться вниз и в сторону. Для всяких боевых поз. И даже для вашей полки это очень нужная функция. Если мы посмотрим с задней стороны Рефрактора, то мы можем увидеть, что у него есть пустые моменты. Но многие моменты нужны для трансформации. Теперь давайте я его трансформирую в Бомбардировщик. Ага, Бомбардировщик, да. Ну или Звездолет. Называйте как хотите. Трансформируется он у нас за 17 шагов. Трансформации. Сама трансформация проста. Для меня не составила труда. Мне даже доставило это удовольствие. Но итог меня очень обрадовал. Это всего за 17 шагов получается. Это кибертронское военное летающее судно. И вот еще момент. Что его посадочное шасси очень детализированно сделано. Хасбро, спасибо вам за это. Да на здоровье. И трансформация обратно. Робота тоже мне очень понравилось. И по Рефрактору видно, что он солдат. Фракция Десятиконов. Его эмблема мне не прячется куда-то. Как у Старскрима Сидж. Она сделана очень хорошо. Ее видно невооруженным глазом. А вот у Старскрима ее как-то сделали мелкой. Ну ладно, это все мои придирки. На самом деле Старскрим Сиджовый очень хороший. Но есть недочеты, но их мало. И хочу напомнить вам об очень простом деле, как о подписке. Сделайте красную кнопку серой, пожалуйста. И не забудьте поставить лайк. Я буду очень рад, если вы так сделаете. А также не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А также кому не приходит уведомление, то выключите колокольчик и заново поставьте. А мы возвращаемся к обзору. Рефрактор у нас разведчик. И мне кажется, что он не раз попадал в такую ситуацию, как обнаружение их засады. Ну или их разведывательной обстановки. И схватки с автоботами он ну такое 50-50. Может повезет, а может и не повезет. Но приказы он выполняет четко по плану главнокомандующего. И теперь мы с вами рассмотрим коробку и инструкцию. Если же вы не хотите смотреть на это все, то в описании будут тайм-коды. Вы можете перелеснуть. А кто остался, то давайте рассматривать коробку. Теперь мы давайте его с вами трансформируем в летающий параллелепипед. Или, ну как по-другому, звездолет, летающий корабль. Как вам удобнее, так и называйте. То есть, они реально заморочились в создателе, то есть, Hasbro. Вот. Мы прям молодцы, хорошо постарались. Мне прям понравился сам альтмод. Вот. Теперь давайте вот этот вот вентиль. Ну, то есть, который вот механизм, который вот, ну, как это объяснить вам, создает движение рефрактору, чтобы он летел. Вот. То есть, вот эти вот шасси посадочные. Вот эти передние мне потом хорошо, очень понравились. То есть, они молодцы, детализированы, сделаны. Теперь пушка в отверстие вставляем. Второе отверстие уже немножко с трудом идет. Вот так что, вот оно, видите, уже вот немножко надо поднажать. И плюс, в чем мне понравилось, можно сделать турель. Сейчас покажу. Вот. Пожалуйста. Турель. То есть, можно использовать у ваших там стоп-моушных, то есть, это его второй альтмод. Теперь берем щит, засовываем в отверстие и получим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok